Создается двухкомнатная квартира в городе Колпино. Спальный район напротив магазин, детский сад, школа. Ну, школа недалеко, во дворе. Соответственно, здесь большой торговый центр. Окно не буду, в принципе, показывать, если я могу. Зелёная зона, второй этаж. Сделан ремонтик, ну, просторный для семьи. Мы убрали перегородку, вот здесь она была. Соответственно, здесь была кладовка, мы её снесли, перенёс. Подключил к коммуникации водяного снабжения. Поставили фильтры. И переместили посудомойку влево. Раньше она вот здесь, вот внизу стояла. Зашили, опять же, там шкафчик. Оставили две полочки скрытые под самую химию, то, что необходимо. Подшил потолок, поставил люстру дега-образную. Почему розетка тут торчит? Потому как вот эта вот плита электрическая стояла вот здесь, в подсередине. И у нас была общая площадь готовки, ну, как бы, у окна. Ну, старшему поколению, которое живёт с нами, не понравилось это. И, соответственно, нам пришлось это убрать. И некоторые моменты от этого осталось. То есть подключение освещения осталось, розетки остались. И там ещё некие элементы декора, которые уже не перенести, было сделано заранее. Всё, идём дальше. На полу у нас обычный старенький ламинатик. Ну, в принципе, износостойкий, достаточно уже долго терпит нас. Вот, кухня у нас Икеа. Скорее всего, останется. Вот эти все модульные шкафчики. Передвигать их смысла нету. Сантехнику можно переделать. Крайне, я тоже думаю, что она останется. Хороший немецкий кран. Вот, идём дальше. Здесь стандартная ванна. Я ещё тут ничего не переделал. Да и руки особо не доходили. Потолок речный. Плиткой заложен. Вся сантехника Гроя. Так, дальше туалет. Вот, подшил этот самый стояк, чтобы особо не шумело. Потому как мы находимся на втором этаже. Слышно достаточно. Бывало раньше. Вот, сантехнику поменяли, подключили. Стоит бойлер. Думаю, тоже она останется. Ну, как бы, это надо обсуждать. На семейном. Вот. Это у нас коридор. Вот, как раз вот эти вот. Линия электропередач, которую я тянул. Высокотехнологичный. Как говорится. На увеличение мощности. Чтобы можно было подключить плиту нормально с духовкой. Потому что она берет хорошо. Посадовой, качайник. Тазетка у нас бывает часто задействована. Ничего не вышибает. Все нормально. Автоматы поменены. Вот. Здесь у нас идет коридор. Вот. Здесь у нас идет комната. Это у нас тут находится старшее поколение. Кридор. Вот такой вот коридорчик. Ехали дальше. Ну, и здесь ютимся мы вчетвером. У нас подрастающее поколение уже выросло. Кровать. Я собираюсь сам. Вот. Здесь у нас сверху спит старший сын. А внизу младший сын. Вот. Соответственно, вот юный угол. Как обычно, у детей всегда и беспорядок. Вот. Вот такое вот расположение комнаты. Довольно-таки большая, просторная. На полу у нас этот паркет. Достаточно теплый. Немножко шумоват. Вот. Особо тут переделывать нечего. Единственное, что у нас вот тут была перегородочка. Мы отделялись, когда сын младший был маленький совсем. Надо было зонировать. Потому как старший спал на той части. Ему делать уроки и там высыпаться. Ну, как бы. Было сложновато. Поэтому мы сделали зонирование. Я сделал стеночку. И она там была отдельно. У нас старые фотографии есть. Если желание запроса будет, я вам вышел. Там ничего сложного нет. Ну, ничего. Пойдем дальше. Я вам покажу то, что у нас в электрощитке. Это у нас коридор. Коридор у нас на две квартиры. На три квартиры. Эти вот наши автоматы. Все заменено. Все проведено. Здесь помещается коляска. Велосипед. Лыжи. Санки. И у нас там еще есть шкаф. Остапа. Устапа. Тома.